Добрый вечер. В самом конце 2015 года в Самарте отметили 85-й юбилей. А буквально еще через пару недель, в самые последние дни уходящего года, объявили о назначении нового художественного руководителя. Впервые за многие-многие годы им стал самарский актер, актер театра «Самарт» Павел Маркелов. С ним и с директором театра Сергеем Филипповичем Соколовым мы сегодня и поговорим о том, что нового готовит и несет нам 16-й год, а также эти новые назначения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год юбилея Великой Победы. Конечно, не обошлось в этот вечер и без теплых слов в адрес самого смелого и творчески неуемного коллектива, единственного в Самаре обладателя золотой маски и любимейшего театра многих самарцев. У меня такое ощущение, что самарт был всегда. Потому что для меня это вот вся жизнь, начиная с детских лет, это спектакль, это там «Король-олень», потом «Байкот», а все-таки она вертится, потом уже более старший театр, потом я уже ребенка своего водил. И так у всех. Вся жизнь вокруг театра. Сами дети, внуки. И это очень хорошо, потому что театр с самарта и с театра кукол начинается приобщение детей к театральному искусству. И дальше это действительно любовь на всю жизнь. Сергей Филиппович, Паш, ну, прошлый год он был юбилейным, но тем не менее торжества вы отложили под самый занавес года. Почему так произошло? Почему вот не весь год прошел под этим знаком юбилея, а именно в конце года вы заговорили? Вы ждете подарков еще и в 16-м году? Нет, ну, я думаю, мы, во всяком случае, так всегда позиционировали этот год, 85-летие театра, не как юбилейный, а как круглые даты. Потому что если подходить серьезно к юбилеям, то это 25, 50, 75 и 100. Но поскольку мы отмечаем ежегодно день рождения нашего театра, как-то в таких добрых традициях уже сложившихся коллектива, то и 85-летие – это определенные пять лет, которые, ну, определенный этап, что ли, нашей жизни. Мы жили нормальной жизнью, показывали свои лучшие спектакли и готовились к открытию нового здания. И под самый-самый занавес годы произошло еще одно событие. Вы представили труппе Павла уже как художественного руководителя, которого, получается, очень давно не было, да, в театре? Вы знаете, дело все в том, что сам институт художественного руководства, он не то, что где-то запрограммирован как-то, он существует, в общем-то, с давних времен. Мы на определенный период ввели в наше штатное расписание должность художественного руководителя. И, как вы знаете, на протяжении 20 лет, в общем-то, не являясь художественным руководителем, принципиально просто позиция Адольфия Шапира, так что он всегда подчеркивал, что художественный руководитель должен быть здесь, постоянно, в театре, работать с коллективом вместе. А поскольку он все-таки был человек, который приезжающим, он охарактеризовал так свою роль, как руководитель художественной программы. И 20 лет мы, в общем-то, так достаточно интересно работали, правда, действительно. Но настал период времени определенный, когда понимаем, что и переход в наше новое здание предполагается, и, в общем-то, идет смена поколений, что вполне естественно и правильно, и мы к этому относимся вполне здраво. Вот было сделано такое предложение к Павлу, и получено согласие Павлу, именно попробовать возглавить имя театр в качестве художественного руководства. Паша, для тебя насколько оно было неожиданным? Вот таким же сюрпризом, как и для нас, для всех это стало? Или все-таки разговоры давно шли? Когда разговор завелся впервые, это было такой же неожиданностью, как и для всех. Я думаю, даже еще больше, поскольку все-таки это касается меня лично, и что-то лично в моей судьбе еще должно измениться в связи с этим значением. Это было очень неожиданно, потому что театр действительно все эти годы существовал успешно, существовал успешно именно в такой директорской форме управления, и все привыкли, и я привык в том числе именно к этому положению дел. И надо сказать, что когда Сергей Филиппович впервые озвучил эту идею, я был настолько ошарашен, что отложил продолжение разговора еще на какое-то время, потому что мне нужно было как-то немножко представить, соотнести с собой, со своей жизнью, со своей профессией прямой, артистической, как-то взвесить все и привыкнуть к этой мысли. Поэтому неожиданность была еще какая. Да, разговоры продолжались достаточно долго, наверное, около трех месяцев. Мы общались, и я консультировался и с Адольфьевичем Шапир, прежде чем уже дать свое окончательное согласие. Ты подумал о том, что вот однажды в каких-то аналах театра будут стоять ваши фамилии друг за другом Шапира, следом Маркелов. Это большая ответственность перенять эстафету у такого человека? Ну, разумеется, это большая ответственность. Я, конечно, об этом подумал. Больше того, я именно и воспринимаю свое назначение как определенную эстафету. Потому что театр успешно существует. Театр уже давно доказал свою профессиональную состоятельность, успешность. Заслужил любовь зрителей, и никаких серьезных здесь перемен делать не нужно. Нужно подхватить и развивать то хорошее, что есть. Поэтому я именно так воспринимаю как эстафету. И для меня поэтому и был очень важный момент консультации с Адольфом Яковлевичем, что он думает на эту тему. Да, я понимаю и буду делать все, чтобы не уронить аренома театра. С другой стороны, так не в русском характере. Нам как раз проще все до основания разрушить, а потом уже строить что-то свое. Это всегда производит впечатление. А вот медленная была какая-то работа для того, чтобы продлевать, продолжать что-то. Это ведь гораздо сложнее. И даже и по ментальности нам, наверное. Вот на какие ориентиры ты настроена? Что именно все-таки... Каким образом ты хочешь показать себя, при том, что ты собираешься продолжать ту же линию, что уже существовало в театре? Ну, тут надо понять, какие линии существовали. Как я это понимаю, существовало. Значит, две таких принципиальных основных линии в жизни театра. Это работа с крупными и большими мастерами, такими как Адольф Шапира, Александр Кузин, Анатолий Праудин, Георгий Схера, Михаил Кисляров. И работу с такими крупными, выдающимися режиссерами, ее, конечно, хотелось бы сохранить и удержать. И также театр всегда смело существовал в истории поиска и эксперимента, как некой лаборатории. Это для меня второй ориентир, который... И, возможно, он для меня такой более... С одной стороны, более сложный, с другой стороны, более интересный, потому что, как сказал Сергей Филиппович, действительно сейчас происходит смена поколений. И тут надо понимать, что вот эта вот уже уходящая натура, которая относится режиссеру поколения, допустим, Адольф Шапира, им на смену необходимо и неизбежно должно прийти какое-то новое поколение. Вот с этим поколением интересно, конечно, поработать, поискать и посотрудничать. И также мое назначение, мне кажется, имеет особую положительную черту. Это хорошее знание внутреннего потенциала труппы. Потому что у нас здесь очень много, на самом деле, талантливых людей, которые себя проявляли, допустим, только как-то ситуативно. Приехал режиссер, как-то увидел и предложил. Я знаю какие-то особенности и нюансы, которые можно выгодно, как мне кажется, развивать. Планка, который должен держать театр, театрального искусства, вкуса того, который должен, в общем-то, уже есть привитый, но в то же время приходящее новое поколение, молодые артисты и художники тоже, они должны, в общем-то, во многом стремиться к этому соответствию. Об этом говорил и Павел. И поэтому никого не пугают, что это такое, какие-то тоже были звонки, что-то у вас революционное произошло. Ничего не революционного не происходит, а происходит эволюционное, вполне нормальное, здоровое развитие. И 15 лет назад, и 20 лет назад я утверждал и продолжаю утверждать. И с Адольф Яковлевичем мы все эти годы всегда думали о том, что наступит тот момент, когда должен прийти тоже профессионал, который не то, что подхватит знамя театра, ну а вот творческие темы, во всяком случае, направления деятельности театра, которые Паша правильно говорил, что он достаточно уже себя заявил, утвердил во многом. Но это нужно продолжать и каждый день ставить перед собой задачи, которые нужно просто решать, решать, решать. И совершенно верно и правильно, когда это рождается лично, и в своем коллективе. Хотя могут быть и обязательно люди, которые приходят, да. И никогда мы не преследовали цель, чтобы на афише нашего театра было звездное имя. Назначение было принято в театре, во всяком случае, так, не то, что выиграл, а так было на собрание, очень хорошо, по-моему, да я уверен, потому что Пашу просто все ценят, любят, уважают, как, прежде всего, действительно талантливого человека, и интеллектуального человека, который многое, что может привнести, привносил в театральную нашу жизнь и привносит. Все время в коллективе ходили слухи о том, что будет кто-то приглашен, будет кто-то работать, да. И вот это, наверное, решение достаточно уверенное, ну, уверенное Павла и согласие, дало возможность нам решить этот вопрос, не то, что решить, а подойти к его решению в окончании года и поддержанный, безусловно, Сергеем Васильевичем Филипповым, нашим министром культуры, что мне очень приятно, тоже нам очень приятно сознавать, потому что это такая, какая-то серьезная первая акция нашего нового министра. Незадолго до Пашиного назначения произошло другое важное событие. Вы отметили юбилей, праздник был, может быть, без пафоса, да, но гостей пришло много, и многие из них говорили вам о том, что когда театр так ярко себя заявил, когда он признан уже во всем городе, и вот сейчас еще столько внимания к вам от властей, и вы переезжаете в новое здание, будем надеяться, в этом году. Главное не начать почивать на лаврах. Мы знаем такие примеры, да, когда после долгих революций и многих успехов театр начинает, может быть, немножечко спокойно относиться к себе, к зрителю. Вот, Паша, здесь насколько ты считаешь в твоих руках, чтобы вот это вот отсутствие революции все-таки не стало и в то же время застоем? Нам точно застой не грозит, и не грозит почивание на лаврах, поскольку вот этот самый ожидаемый переход на новую сцену ставит перед нами такую массу задач, которые только решать, решать, решать и работать, работать, работать. То есть сейчас этот переход аккумулирует все силы театра от и до, на всех этажах, на всех уровнях, аккумулирует просто максимально и ко многому обязывает. Это пространство необходимо как-то осмыслять, как-то осваивать именно и с художественной точки зрения. Так что нет, здесь не грозит ни застоя, ни лавров. Нам как раз необходим период очень такой напряженной работы, который, может быть, не особенно будет виден какое-то время зрителю. То есть нам нужно будет что-то подготовить самим, с чем-то разобраться. И все-таки мы увидим новый Самарт. Я думаю, что мы увидим в какой-то степени и новый Самарт, потому что жизнь идет, и новая сцена – это все-таки очень... Серьезный экзамен. Очень серьезный экзамен, новые обстоятельства этой жизни. Поэтому наверняка мы увидим что-то новое. Наверняка, я надеюсь, по крайней мере, на это, что мы откроем какие-то свои... Вскроем свои внутренние ресурсы в связи с этим переходом и обогатимся чем-то новым, что продиктует именно эта площадка, этот переход. Так что я смотрю именно с такой оптимистичной перспективой. Тогда мы тоже так же оптимистично будем смотреть на ваше будущее, будем ждать от вас этих подарков, этих сюрпризов, будем следить за тем, как вы будете расти, несмотря на свой уже солидный возраст. Еще раз вас с прошедшим юбилеем и, надеемся, до скорых встреч. Спасибо. Спасибо вам большое. С нашими телезрителями я прощаюсь, как обычно, на одну неделю. Оставайтесь на телеканале «Губерния». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!